А в Ельску сегодня святковала новоселье семья, на выховании у якой 10 детей. Тут открылся детячий дом семейного типа. С его же хорами, юными и дорослыми познайомились наши корреспонденты. Будовательство детячих домов семейного типа в Гомельской области началось в 2007 году. Сначала в рамках государственной программы «Дети Беларуси». По этому – государственной инвестиционной программы. Свою вклад унесли и спонсоры. За их сроки в регионе побудованы практически каждый третий дом семейного типа. 370 тысяч беларуских рублев для открытия дома в Ельску выдатковали республиканские и областные бюджеты. Здесь более уютные, здесь более комфортные. Здесь больше детей, больше общения. С открытием дома семейного типа у Натальи и Дмитрия Логвиновых заявилось еще пять детей, которые застались без опеки батьком. Самые маленькие у великой семьи Ганне усяго один год, старейшим по 13. Батьки кажут, что дробные конфликты, как во всех семьях, помеж детьми могут отбываться. Но в Волголе и они очень дружные. Дальше выхованцами их тут никто не называет, только детьми. Детям проще влезти в семью. С первого дня, когда они к нам пришли, они, конечно, не знали, как меня, вы, вы. Мои дети подошли просто и сказали, да называйте вы ее мама. И все. Дом семейного типа Уельска побудовали на территорию, якая долгий час не выкористовывалась. На супрось городский стадион, побачь средняя и музычная школы. Правда, подчас новогодних каникул думать об учебе не вельми хочется. Это час подарунков и здяснения жаданью. Особливо, когда ты живешь в утульном доме и дружные семьи детьми любят. А ко мне с букетом и с ромашек заявился дедушка Мороз. И такой он мне ловец волшебный и поднес. Урожистости с нагодой открытия у Ельского детячего дома семьи Нагатыпу завершаются за солодким столом разом с кировниками района. Сегодня у Гомельской области проживают 3687 сирот и детей, которые застались без опеки батьков. Больше как 80% из них выховываются у приемных и опекунских семьях, а так само в детячих домах семейного типа.